В Ростовской области пенсионерка воспитывает 25 детей. Из них родных только пятеро. Остальные из детских домов или даже просто с улицы. Многие тяжело больные. От большинства отказались родные родители. Как пожилая вдова справляется с такой огромной семьей для многих загадка. Только на один обед нужно 20 литров борща и 5 килограммов мяса. Она не унывает и не собирается останавливаться на достигнутом. Говорит, что каждому ребенку кто-то должен утирать слезы. Александр Алексеев о большой доброте. Пять своих детей до 20 приемных. Пока младшие Натальи Музенитовой резвятся в игровой, старшие помогают по хозяйству. На обед, ну если пюре, 10 литров мы готовим. Борща мы готовим 20 литров. Компота готовим 20 тоже на день. Впервые приемный ребенок появился в этой семье 18 лет назад. Потом умирающая соседка оставила Наталье сразу троих малышей. А дальше многодетная мать уже не могла оставаться равнодушной. И мне все кажется, мне мало деток, понимаете? Вот я бы могла справиться, еще взять бы троих, пятерых детей. И мне можно справляться. Есть сила пока, возможность. Я знаю, что каждый ребенок, который слезы на глазах, я должна эти слезы вытереть и успокоить ребенка. Малышей Наталья забирает из детских домов и больниц. От кого-то из них из-за тяжелого заболевания отказались родители, другие стали жертвами или свидетелями жестокости взрослых. Я даже малышу, который без ручек, и всего 4 месяца добивалась группу. Одному ребенку, который был годик 4 килограмма, я 2 года добивалась группу, еле добилась. Для этих детей Наталья Музенитова и мама, и няня, и лечащий врач. Многим требуется постоянная помощь и уход. Я не держу, нет, нет, ты сам, сам, молодец, сам. Все? Что там такое мешает? Молодец. Девятеро ходят в школу, но посещать родительские собрания многодетной маме некогда. Учителя приходят сюда сами. Четверо только собираются в первый класс. На их подготовку Наталья тратит все свое свободное время. Мам, я что-то прошу. Вот, какая буква это? Какая буква? А-а-а! А, молодцы! Когда 6 лет назад умер муж Натальи, думала не справиться. Но старшие дети взяли часть забот на себя. Ну, дежурство мое, то еще там с вами. Мы чистим картошку. Когда другое дежурство, другие чистят. Со своими детьми Наталья Ивановна живет в арендованном коттедже. Для брошенных родителями братьев и сестер это место единственный шанс остаться вместе. Потому что мы были в приюте, и нас это, хотели разделить по разным, это, в разные сети. В разные сети. И мы, это, и нас забрали с приюта. Областные власти подарили Наталье микроавтобус. На нем муж старшей дочери возит малышей в школу и в областной центр. Правда, для этого семейства даже такого транспортного средства не хватает. Салон рассчитан всего на 13 пассажиров. Александр Алексеев, Андрей Грабилин, 5 канал.